37 градусов по Цельсию. Температура воды в этих бассейнах не меняется, даже если на Кубань приходят морозы. Термальные источники становятся все популярнее, а продлить себе лето сегодня приезжает все больше гостей с самых разных уголков страны. Сам из Магадана очень мало видит воды в бассейнах. Мне нравится им купаться, нырять. Термальная вода, свежий воздух и комфортные номера. В день этот отраднинский комплекс принимает около сотни отдыхающих, рассказывает Вениамину Кондратьеву. В планах еще больше расширить территорию термопарка. Губернатор поддерживает идею. Больня-здравницы могут стать такой же визитной карточкой, как и курорты Черноморского побережья. Нам надо всем, коллеги, развивать эту часть Краснодарского края, потому что она, на самом деле, богата термальными водами. И больной лечебницей, которая сегодня является предметом гордости зарубежных стран, однозначно могут быть предметом гордости и в нашем крае больной лечебницы. Я думаю, они будут достойны и не хуже определенных европейских больной лечебниц. И это принципиально. Мы же на самом деле продумывать, делать стратегию и подходить к ее популяризации, популяризации и привлечения инвесторов именно на больную лечебницу. Но если больная курорты в Отрадинском районе только начинают набирать обороты, то в производстве мебели уже есть достижения. Диваны, кровати и кресла готовы и под заказ. Только предприятие «Милана Групп» предлагает почти 60 видов мебели, которая по качеству ничем не уступает итальянским или немецким маркам. Я хочу сказать, что не хуже, не хуже. Большую перезагрузку фабрики пришлось пережить после введения санкций. Впрочем, эмбарго только сыграла на руку фабрики. Для обивки мебели теперь используют отечественные ткани, освоили новые технологии. Но при этом ушли от класса эконом. Теперь основной ценовой ориентир от среднего уровня и выше. Наши работники не перестроились именно под новое мышление, под новые технологии. Потому что мы много сейчас новой наработки наработали. Мы что-то переняли у испанцев. Новое мышление позволяет вам по-новому оценивать экономическую ситуацию рынка. И если вы к этому готовы, то есть к новому мышлению, конечно, никакой экономический шторм и проседание экономики вам не страшно. Вы очень быстро на него ориентируетесь и пытаетесь выйти. И выйти, притом очень реально конкурируя с европейскими бывшими образцами, потому что мы сегодня их просто заменим. По-иному мыслят теперь и на остальных мебельных предприятиях станицы. Производство столов и диванов в районе самый популярный бизнес. Больше 80% мебели в крае делают в отрадной. Но есть и те, кто этому ремеслу предпочел в сельское хозяйство. Семья Марухиных прямо у себя во дворе выращивает осетров. Разводить рыбу начали всего полгода назад, а уже сегодня поголовье выросло до полутора тысячи. Когда я начал это дело, уже когда было готово помещение, оборудование, я обратился в соцзащиту и со мной включили социальный контракт. Поэтому социального контракта я брал на себя какие-то обязательства. И соцзащита мне выплатила 90 тысяч рублей. То есть часть малька я приобрел на эти средства, часть корма я приобрел на эти средства. Для меня принципиально, чтобы власть развернулась к вам лицом. И к проблематике. И, как я уже сказал, самая главная задача – создать все необходимые условия. Вы сами себя накормите, накормите окружающих. Самое главное, что все в своем селе будете сыграть. Это уже важно. Будет прибыль – ну что ж, слава Богу. Но для меня принципиально важно, чтобы наши селяне занимались тем, что для них даст результат. И внутренний для гармонии, и для того, чтобы реально зарабатывать. Через неделю после инаугурации – это первый визит Кондратьева в один из районов. Как обещал, поездки по региону после выборов продолжаются. Даже туда, где уже был. Как бы нам встретиться с вами? А кто еще хочет? Пойдемте, друзья. Пойдемте все вместе. В местном Доме культуры на встрече с губернатором свободных мест нет. За два часа Вениамин Кондратьев ответил больше, чем на 20 вопросов. От глобальных роста экономики к частным. Сложности с выдачей разрешения на строительство дома, ремонт моста в одном из хуторов. Огромное количество подобных вопросов говорит о том, что система управления в районе работает неэффективно. Делает выводы губернатор. Озвученные проблемы должны решаться на уровне местных властей. В течение месяца постараюсь проанализировать все то, о чем мы сегодня в зале говорили, о чем вы говорили в зале. На мой взгляд, чего не хватает? Людям, вам, простого человеческого внимания со стороны вот этой самой власти. Если бы было это внимание, если бы был бы этот диалог на районном уровне, многие вопросы в зале бы не звучали, потому что они бы решались по мере их поступления. И когда депутаты говорят о том, что мы планируем встретиться, да вы не планировать должны, вы были... График встреч должен быть с этими людьми, с теми, которые есть наш народ, тогда, уверен, активность в зале была бы минимальной, потому что вмешательство краевых властей просто бы не потребовалось. На встрече с жителями Отрадинского района Кондратьев еще раз напомнил чиновникам разных уровней. По сути, они менеджеры. Их главная задача – эффективно работать для людей. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Переса, Алексей Комаров, Кубань-24, Отрадинский район. Продолжение следует...